8 урок. Богослужение. Один святой сказал, что в главном должно быть единство, во второстепенном – свобода и во всем – любовь. Это принцип, по которому существуют церкви. До того, как меня Бог привел в нашу церковь, я побывал во многих церквях разных христианских конфессий и деноминаций, видя, что богослужения там очень различаются. Но со временем понял, что в главном они абсолютно едины. Верят в одно, на служении молятся, читают Библию, слушают проповедь священника по Слову Божьему и т.д. А форма богослужения отличается, как одежда разных сестер, дочерей одного отца. И не важно, поместная это церковь или интернет-церковь. Бог приводит человека в итоге в ту церковь, которая ему больше подходит, ведь ему лучше знать, что, к чему и зачем. Церковь – собрание искупленных Христом. Экклезия. А здание называется храмом. В глазах Бога даже квартира может стать храмом на время богослужения, если подойти ко всему с должным почтением и святостью. Церковь – тело Иисуса Христа. Ефесянам 5, 29-30. «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы – частички тела Его, от плоти и от костей Его, истины, которые важно знать о богослужении». Главная цель богослужения – встреча с Богом, чтобы Он сделал в это время все то, что Он захочет, сказал нам, что захочет, и получил должные благодарения, поклонения и хвалу. Собираясь в церковь, надо настраиваться, молиться об этом. Нужно на это время оставить посторонние мысли и дела, посвятив это время Богу. По-настоящему посвященные Божьи люди отключают телефоны, иногда даже готовятся к служению в постах, молитвах, и святят богослужения, насколько могут. На богослужении мы молимся, каемся во всем, в чем неправы, чтобы ничто не мешало действовать Богу. За проблемы каждого в общем, кто нуждается в молитвенной поддержке, за исцеление, жилье, дела, спасение родных, работу и т.д. Молимся от церкви за пробуждение, за наш населенный пункт, страну, мир, правительство, церкви и т.д. На богослужении мы молимся, поклоняемся Богу и прославляем Его в песнях. Часто это псалмы. В разных церквях по-разному, но Бог больше всего любил скинью Давида и сделанную им по образу, виденному Давидом на небесах. Делевиты славили Бога на всех музыкальных инструментах, пели, танцевали, рукоплескали, хлопали, прославляя Бога и поклоняясь Ему Духом, душой и телом. Псалмы и вся Библия много говорит об этом. И сейчас Бог восстанавливает это служение хвалы и поклонения, которое Ему так нравится. Амус 9.11 В тот день я восстановлю скинью Давидову, падшую, заделаю трещины в ней и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние. Так славят богослужители в современных церквях. Эти новозаветные левиты должны быть достаточно святы, так как это священное служение. На богослужении мы слушаем проповедь. Священнослужитель молится, что Бог хочет сказать для тех, кто придет на собрание и проповедует о том, о чем показал Господь. Поэтому, если мы молимся перед проповедью, скажи мне, Господи, через проповедь то, что нужно, ведь ты лучше знаешь, что мне нужно понять и применить. То Бог обязательно даст почувствовать, что проповеди важны для нас. На богослужении мы приносим наши добровольные пожертвования и десятины, так как все церкви не существуют из воздуха, не строятся из ничего. Библия говорит, достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. И по Писании говорит, не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей. 1 Тимофею 5, 17-18. Наставляемый словом делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Галатам 6, 6-9. А также 1 Коринфянам 9, 7-14. Здесь важно жертвовать, когда есть желание и понимание, что и зачем. Тогда Бог сильно благословляет жертвенных людей. 2 Коринфянам 9, 6-8. При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяя по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением. И вот доброходно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы, всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. На богослужении также есть Евангелие и молитва покаяния, объяснение, как получить спасение и посвятить свою жизнь Богу, и молитва со всеми, кто сейчас готов и желает обратиться к Нему. Есть причастие, чаще всего, для заключивших с Богом водный завет, тех, кто крещен, тех, кто пообещал всегда жить для Бога по всей доброй совести. Важно не пропускать богослужений. Дьявол делает все, чтобы мы пропускали богослужения. Не ежедневно ели пробуждение. Изучали что-то о пробуждении. Не ежедневно молились. Если мы поддаемся дьяволу, то мы слабеем, и ему легче с нами справиться. Пропуски – индикатор того, что с нами что-то не так. Нужно понимать великую ценность богослужения. Евреям 10.25 Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга. И тем более, чем более усматриваете приближение дня Анова. Псалом 26.4 Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем. Во все дни жизни моей созерцать красоту Господню и посещать святый храм Его. Богослужение – это стержень христианской жизни и жизни любой церкви. Оно должно скреплять общину и нести жизнь Божью. Настоящий христианин должен быть настроен ни за что не пропускать еженедельные служения, отношения с Богом и ежедневное питание пробуждением и молитву. Такой человек будет иметь победоносную христианскую жизнь с избытком. Счастье и будет постоянно духовно возрастать, принося все больше плода для Господа. Главное – просто не сдаваться и упорно делать все это. Помолитесь по теми своими словами. Какая она? Помолитесь по темам.